Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Сейчас мы на какое-то время перенесемся в Иерусалим, в так называемую эпоху Тысячелетнего Царства Христа. О нем очень редко проповедуют, несмотря на то, что это время близится. Мало кто говорит о том, что нас ожидает. Для начала давайте прочитаем с 1 по 4 стих 20 главы Откровения, где говорится об этих временах. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, низверг его в бездну и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы. До колени окончатся тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они, пережившие Великую Скорбь, ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Событие, о котором я вам только что прочитал, произойдет после семилетнего периода Великой Скорби. Хочу поговорить с вами об этом периоде и рассказать, что будет происходить в это время на небесах. Седьмой день — это Шаббат. Седьмой год — это Шмита. В период Великой Скорби, седьмой год Шмита, будет происходить на небесах. Семь — это число отдыха. По-гречески «саббатизмус» — это вечный отдых, который будет дарован Божьему народу. Мы проведем целый год на брачном перу Агнса, а сейчас я покажу вам, где об этом написано. Но не будет такого, что мы будем пиршествовать 24 на 7, а потом вернемся на землю. Брак Агнса будет заключен в седьмой год Великой Скорби на небесах. Если мы откроем Тору, а именно в Терозаконии, 24 главу, то увидим то, что когда человек вступал в брак, он проводил со своим спутником не медовый месяц, а целый год. И поскольку мы являемся невестой Христа, мы проведем с ним целый год. Вы бы не прочь отгулять свадьбу на небесах, не так ли? Пятидесятники могут устроить себе подобный праздник в любой день недели. Посмотрите на нас, и вы поймете, что это правда. Мы все будем на свадьбе Агнса. Она произойдет в седьмой год Великой Скорби, и мы проведем практически целый год с Господом. Я могу проповедовать об этом долго, но нам нужно двигаться дальше. Много всего будет происходить в последние 42 часа Великой Скорби на земле. Об этом сказано в Библии. Что же будет происходить? Ну вот 16 глава, 12 стих Откровения, говорит о том, что цари Востока будут переходить иссохшую реку Ефрат и двигаться в сторону Средней Азии, в сторону Иерусалима, на битву с Антихристом. Огромная армия придет в Святую Землю. В книге Даниила 11 главе мы читаем о том, что, возможно, эти цари придут за маслом. Там написано еврейское слово «шимол» — масло. Или они придут за едой, потому что на земле будет голод. Израиль будет одним из тех государств, в которых будет еда благодаря оросительной системе страны и грунтовым водам. Этой еды будет достаточно, чтобы делиться ею с другими странами. Возможно, это будет одно из немногих мест, где останется еда во времена Великой Скорби. Третье. В 13 главе Откровения сказано, что Антихрист и десять царей уступят власть Иисусу, и Царство Христа придет на землю. В последние времена Великой Скорби город, в котором сконцентрировалась вся власть, и который называется в 17 главе Откровения Вавилоном, падет от пожара всего за час. Я верю, что это произойдет от ядерного взрыва или чего-то подобного, потому что разрушить город за час может только нечто подобное. В Библии сказано, что люди испугаются дыма от пожара, увидев его издалека. Они не приблизятся к городу, потому что испугаются дыма. Я верю, что не извержение вулкана, а именно те десять царей и Антихрист разрушат этот город. Возможно, это будет ядерная война. Мы также обнаружили в Откровениях 16.16, что все народы соберутся на месте под названием Хар-Магеддон, или по-нашему, на горе Армагеддон. В Ветхом Завете это место называлось Изриэльской долиной. Если вам интересно, его площадь составляет более 50 тысяч гектаров. И каждая мировая империя в истории воевала на этой долине. Они называют это место «матерью войны». Там соберутся все народы в последние дни великой скорби, включая Антихриста и его армия. Там произойдет великая битва. И вот что удивительно, эта война будет прервана внезапным возвращением Иисуса на белой лошади. А в 19 главе Откровения, в 11 стихе сказано, «Я увидел белого коня и сидящего на нем, верного и истинного, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. Имя его – царь царей и Господь господствующих». Иисус вернется, и во втором послании фессалоникицам сказано, что его пришествие будет явлено, и он уничтожит все армии на этой долине. Один пророк сказал, «Глаза у них истают в еминах своих, и язык их иссохнет во рту их». Великое пришествие Христа буквально расплавит тела десяток тысяч солдат, находящихся на той долине. И первым местом, куда Иисус пойдет со своими святыми, будет город Иерусалим, Елеонская гора. Захария говорит об этом в 14 главе, «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая находится на востоке Иерусалима». Эта гора разделится надвое – восточную и западную. А между ними образуется долина. Это произойдет тогда, когда его ноги станут на Елеонской горе. В Иерусалиме живет один мужчина, я знаю его благодаря этой программе, но не буду называть его имя. Он работает на факультете геологии, и у него докторская степень университета Беркли. И он вычислил все подземные разрывы, ведущие к землетрясениям. Один из таких пролегает прямо под Елеонской гору. Поэтому там ничего не строят. Один человек хотел отстроить там большой отель, но ему запретили – поверхность слишком неустойчива. И вот что странно, то, как пролегает эта расщелина, совпадает с тем, как это описано в Библии. Иисус, ступив на нее, действительно разделит ее на восточную и западную части. Можно воздать Богу славу за это. Это подтвердилось. В книге Исаии, 63-й главе, сказано, что сперва Господь отправится в место под названием Вассора. Находится это место на юге Иордании. Находится оно также ниже линии Мертвого моря. Почему он вначале пойдет туда? Потому что там, в Иорданских горах, расположено место под названием Петр. Многие ученые, ссылаясь на 59-й Псалом и некоторые другие местописания утверждают, что там будут жить евреи, которые убегут в пустыню во время Великой Скорби. 12-я глава Откровения. Господь приготовит для них место, где они проведут в безопасности 42 месяца. Многие люди верят, что это место Петра в Иордании. Поэтому логично, что Иисус пойдет в Оссор. В Библии сказано, что Он пойдет воевать один. В 63-й главе сказано, «Кровь брызгала на ризы Мои. Я запятнал все одеяние Своё». Мы кое-что поймем, заглянув в Откровение. Там сказано, что на ризах Христа будет кровь, и мы считали, что это Его кровь, но это не так. Он один пойдет спасать еврейский народ в Петре и разрушит всякую армию, восстающую на них. Затем Он вернется на небеса, Его святые и небесные воинства пойдут с Ним. Он будет бороться в Оссоре один. Но когда Он вернется, сказано, что Он будет бороться на стороне Иудеи. На этой территории живут разные народы. Она включает в себя часть Израиля, Вифлеем и часть Иерихон. Там живут и евреи в том числе. Эта территория находится под властью Палестин. Но во время скорби эта земля будет восприниматься неоднозначно. Сейчас евреи и палестинцы пытаются отвоевать себе территории друг у друга. Господь сойдет на эту землю и спасет еврейский народ, тех, кто жил в горах Иудеи. В 45 стихе 11 главы Даниила сказано, что Антихрист раскинет свои царские шатры между морем и горою преславного святилища Израилем. Здесь речь идет о двух морях, мертвом и средиземном, так как между ними и расположена страна. 42 месяца Антихрист будет жить в Иерусалиме. Затем придет Иисус и спасет живущих в Ассоре. Затем он вернется в Иудею, чтобы спасти свой народ. После этого он пойдет в Иерусалим и окажется на Елеонской горе, где воссядет со всеми святыми. Если внимательно прочитать 14 главу Захарии, то станет понятно, что здесь говорится о возвращении Мессии в Иерусалим. Он взойдет на Елеонскую гору. На случай, если вы не знаете, где это, она находится прямо перед Золотыми воротами. Это закрытые ворота, которые находятся в Кедронской долине, и неподалеку от них Елеонская гора. Иисус придет с восточной стороны Елеонской горы, оттуда, где стоят ворота. Я хочу заверить вас, что когда произойдет землетрясение, эти ворота будут разрушены. У Иезекииля написано, что святилища будут затворены до прихода Господа. Иисус их откроет и войдет через них. Если вы приедете в Иерусалим, то вы увидите, что рядом с этими воротами находится кладбище. Многие евреи захоронены у подножия Елеонской горы. Перед этими воротами находится мусульманское кладбище. Я заприметил нечто интересное в расположении могил. Если мертвые мусульмане воскреснут, то они увидят перед собой Елеонскую гору. Если воскреснут евреи, то они увидят ее с другой стороны. И как-то раз я задумался, почему могилы мусульман обращены этой стороной к горе, а могилы евреев к другой. Господь ответил мне. Он сказал, давай вспомним закон религиозных евреев. Они верят, что однажды со стороны Елеонской горы к ним придет Мессия. Они восстанут из мертвых и проследуют за ним в город. Не все меня поняли. Они восстанут и последуют за Мессией в город. Я сказал, ну а что же насчет мусульман? Мусульмане тоже верят в воскресение, в то, что оно произойдет в Иерусалиме. Поэтому когда они воскреснут, они встретятся с тем, кто войдет в Иерусалим. Я слышал одну версию о том, почему мусульмане решили построить кладбище именно там и расположить могилы именно таким образом. Они знали, что грядет пришествие еврейского пророка. Знали, что по поверьям евреев, он должен был выйти из золотых ворот. И поскольку евреи крайне религиозны, они не дотронутся до мусульманских скелетов. Поэтому если мы построим кладбище перед золотыми воротами, то Мессия никогда не пройдет через них. Но они не знали и не могли предположить, что Елеонская гора разделится на две. Вы слышите? Именно это разделение проложит путь для Мессии к воротам. Воздайте Богу славу. Если вы тоже в это верите. На территории восточной части Иерусалима находится огромная долина под названием Кедронская. В Ветхом Завете она также называется долиной Иосафата. И, как сказано в Библии, здесь будет происходить суд. Об этом написано в 3 главе Иаиле, 2 стихе. Сказано, что он будет судить народы в долине Иосафата. Об этом суде также упомянуто в 32 стихе 25 главы Матфея. Господь будет судить народ и разделит его на две группы. Написано, что он будет судить народ и отделит овец от козлов. Он будет судить народ и отделит сильное от слабого. Мы думаем, что здесь сказано о восхищении церкви, но это не так. Здесь описывается то, как Иисус вернется на землю, и как он будет судить народ в долине Иосафата. Кто такие овцы? Это те, кто пережили времена Великой Скорби. Я бы хотел быть при пришествии Господа, чтобы понять, выживу я или нет. На свете будут счастливчики, овцы, которые доживут до этого времени. Они не приняли метки врага, его имени и числа, но будут также и те, кто примут метку врага, его имя и число. Об этом написано в Откровении. Те, кто не принял метки врага, его имени и числа, кто не поклонился ему, и особенно те, кого обезглавили, воскреснут, как о том написано в книге Даниила. Они воскреснут и тысячу лет будут править со Христом. Люди разделятся на две группы — овцы и козлы. У коз будет метка врага, а у овец нет. Те, на ком не будет метки, будут зерном, те, на ком она будет — плевелами. Зерно будет отделено от плевел. Ангелы соберут плевела и сожгут их. Овцы будут отделены от коз. Если прочитать притчу Иисуса об отделении зерен от плевел, то можно провести параллель ситуации в церкви сегодня. В церкви идет разделение между овцами и козами, «Святыми и нет, но настоящий суд свершится, когда Иисус сойдет на землю». В книге Иаиля сказано, что в Иосафате свершится суд Божий. Сейчас я хочу вам зачитать это местописание, 3 глава, 12 и 13 стихи. Тут написано, «Пусть вас прянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полная, ибо точилия переливаются, потому что злоба их велика». Это день суда. Хочу рассказать вам еще кое-что. Когда Иисус придет в Иерусалим, Он сделает несколько вещей. Во-первых, Он отделит тех, у кого есть метки врага, от тех, у кого их нет. Он бросит в огненное озеро лжепророков, самого врага и всех находящихся у Него в подчинении. В первую очередь Он отделит Антихриста и всех Его приспешников от остального народа. Как же Он изгонит их в это озеро? Озеро символизирует ад. В Ветхом Завете говорится о человеке по имени Карах, который взбунтовался против Моисея. И тогда земля разверзлась и поглотила его. Но Господь сможет это повторить. Для Него это возможно. Один из самых важных стихов Библии, как мне кажется, это тот, где ангел спускается с небес с ключом от бездны и сажает туда сатану на тысячу лет. Мне нравится этот стих, потому что Господь не сказал, лишь архангел Михаил свяжет дьявола. Он выбирает обычного ангела. Наверное, на небе живет какой-то смиренный, скромный ангел, прославляющий Бога. У него небольшие, маленькие крылышки. Буду проповедовать, как считаю нужным. Михаил говорит, «Боже, позволь мне сделать это». Я ждал этого с самого начала времен. А Гавриил добавляет, «Может, я не воитель, но я бы не отказался поучаствовать в этом». На что Господь говорит, «Ты, да, ты. Я Господь? Да, ты. Возьми его он ту цепь и свяжи дьявола». Не уверен, что я смогу. Он остался не у дел, проиграл, потерял свою силу, потерял всю власть. Царство на земле снова стало моим. Ты сможешь это сделать? Иди и свяжи его. По-гречески «бездна» — это «абус», что означает «темницу под землей». У меня нет времени на то, чтобы описывать вам ее интерьер в подробностях, как и на то, чтобы озвучить все предположения о том, где она находится. Хорошая новость заключается в том, что с момента заточения сатаны «Иисус станет полноправным царем над всей землей». Скажу еще кое-что. «Иисус будет царем в этом мире». Я бы хотел упомянуть вам некоторые места из Писания. Иеремия 25 глава, там же 33, потом 6 Псалом, Исайя 9 глава. Книга Захарии 1 глава. «Христос станет царем. Господь будет царствовать над землей. Иисус придет, как лев из рода Иуды. Первый раз Он пришел, как жертвенный агнец, но Его не распнут во второй раз. Его не побьют во второй раз. На Его голову не возложат церновый венец во второй раз. Во второй раз Он придет свинцом славы на своей голове, чтобы править с землей одну тысячу лет. Он назван царем царей и Господом господствующим». В Откровениях во второй главе 19 и у Захарии сказано, что Господь станет царем над всей землей. Интересно, что в 71 Псалме перечислены все народы и все, что будет происходить с ними, когда Господь станет править на земле. Я не буду читать весь Псалом, но прочитаю вам несколько строчек оттуда. Тут говорится о том, что будет происходить на земле, когда на ней будет править сам Господь. Цари Таршиша принесут ему дань, цари Шевы и Севы, кстати, это Аравийский полуостров, где живут преимущественно мусульмане, принесут дары, поклонятся ему все цари, все народы будут ему служиться. Он спасет нищего, когда тот взывает, и угнетенного, у которого нет помощника. А далее сказано, «Пусть непрестанно возносят молитвы за него, весь день прославляя его. Пусть будет обилие хлеба на всей земле, пусть имя его пребудет вовек, пока пребывает солнце». «Да будет благословен Господь». Интересно также и то, что сказано в ветхозаветных стихах о царе Давиде. Царь Давид будет активно вовлечен в тысячелетнее правление Христа. А знаете почему? Потому что Мессия — это сын Давида. И завет, который Бог заключил с Давидом, был связан с Иерусалимом. Бог заключил завет с Моисеем, пообещав ему землю. Но именно с Давидом Бог заключил завет об Иерусалиме и о правлении в Иерусалиме. В 30 главе, 9 стихе книги Иеремии, сказано, что Давид будет принцем Израиля и будет править Иерусалимом при тысячелетнем царстве. В 34 главе Иезекииля написано, что Давид будет царем над народом Израиля. Об этом говорится и в 37 главе, с 21 по 25 стих. В 14 главе Захария, 16 по 19 стих, говорится о том, что все народы придут на праздник Шалашей, который празднуется в Иерусалиме. Там будет много народа. Если ваш народ откажется прийти на это празднество, то, как сказано в Писании, на вашей земле не будет дождя, то есть не будет урожая для целого народа. Но мы с вами живем среди людей этого мира. Задумайте сейчас над моими словами. Если дьявол связан, демоны связаны, мы можем потом подробнее об этом поговорить. Если дьявол связан, демоны тоже, то, как нам кажется, на земле воцарится мир. Все начнут славить Бога и петь Ему «Аллилуйя». Бог, царь над всей землей. Ох, скоро праздник Шалашей, как же это прекрасно. Но тогда люди будут бороться не с сатаной и с демонами, а со своей греховной натурой. Богу все еще придется мотивировать их. Я бы хотел увидеть всю нашу церковь на празднике Шалашей. Мы придем туда и будем поклоняться нашему Иисусу Спасителю. Я с восторгом представляю вам наше новое предложение под названием «Апокалипсис легкий для понимания». Наконец-то есть ресурс, помогающий лучше понять книгу Откровения. Многие люди избегают изучения Откровения, боясь не понять ее символизм. А ведь это единственная книга, в которой есть обетование благословения для читающих и соблюдающих. Я записал двухчасовую программу, в которой простым языком объясняю историю, символы и предсказания Откровения. Я использую простой метод обучения. Молодежь говорит им впервые, все понятно. Я прошу вас приобрести эти две DVD-программы с легкими пояснениями. К ним я прилагаю два аудиодиска, в которых я говорю о воинственной, ходатайственной молитве в момент серьезной атаки. Моя проповедь называется «Сатана, руки прочь от моей семьи». И вторая проповедь называется «Как сломить сатанинское сопротивление вашей семье». «Как сломить духи тьмы, восстающие против ваших детей». Это предложение этой недели. Если вы закажете прямо сейчас, я добавлю к заказу еще один диск. Женщины вам понравятся. Он называется так «Пять женщин в жизни Иисуса». В Новом Завете, в родословии Иисуса, упомянуто пять женщин, и каждая из них представляет собой одну из женщин, находящуюся в любой церкви мира. Какой женщиной являетесь вы, вы сможете понять, прослушав эту проповедь. Итак, ваши шаги. Мы просим вас прислать пожертвования 30 долларов, чтобы наша программа продолжала выходить в эфир. Укажите номер заказа. AME 129, позвонив по телефону, указанному на экране. А также вы можете заказать онлайн на нашем сайте. Мы надеемся услышать вас как можно быстрее, чтобы вы смогли получить наш ресурс апокалипсис легкий для понимания. Пишите сегодня. Да благословит вас Господь! Программы, которые мы вам показываем, совершенно новые и сняты они на Святой Земле. Самые лучшие из них мы приберегли для сентября и октября этого года. Я бы не хотел, чтобы вы пропустили хотя бы одну из них. Кроме того, хочу напомнить вам, что мы посещаем различные конференции, и у нас проходит встреча для партнеров программы по субботам в 16.30 во всех церквях, где у нас проходят пятничное и воскресное служение. Хотел известить вас об этом. Теперь о том, куда мы собираемся. С 14 по 16 сентября мы будем в живой церкви в Конуэ, Арканзас. Вся эта информация есть на нашем сайте paristown.org. Мы проведем одно служение 19 сентября в церкви Камень, Лебанон. Затем поедем в Оу-Гроув в Арканзас. Будем у вас целых два раза. Церковь собрания урожая 26 сентября, одно служение пастор Тодд Роджерс. Пожалуйста, будьте там в среду. И, наконец, с 28 по 30 будем в церкви Шейна Уоррена Ассамблея в Западном Монро. Поэтому, жители Луизианы, обратите внимание на даты нашего приезда. Ник Уолкер, великий евангелист из Западной Вирджинии, арендовал арсенал в Бекли на вечер пятницы. Мы проведем два или три служения в субботу и одно воскресенье в 14.00. Заходите на наш сайт. Жители Западной Вирджинии, у вас есть возможность присоединиться к нам с Ником на служении и пробуждении в Бекли. Надеюсь, вы присоединитесь к нам. Заходите на сайт perrystone.org за более подробной информацией. Мы выкладываем очень много видео в Фейсбуке. Там есть несколько наших фейковых страниц. Если кто-то кинул вам заявку в друзья от нашего имени, это не мы. Мы также хотим напомнить вам еще о двух вещах. Каждый вторник у нас проходит международное служение в 18.30. Мы делаем его в это время, чтобы это служение не совпало с вашими воскресными служениями в Кливленде. Мы были бы рады видеть вас во вторник вечером. И вторая новость. Занятия в международной библейской школе проходят на ура. У нас учатся студенты со всего мира, которые изучают удивительнейшие дисциплины, связанные с Библией. Они получают знания и откровения. Зайдите на наш сайт и посмотрите, о каких дисциплинах идет речь. Там есть описание каждой. Мы открыли эту школу, чтобы не только американцы, но и жители любой страны могли ознакомиться с интересными учениями о Библии. Доступно также обучение с получением сертификата по его итогам. Увидимся на следующей неделе на программе Маннафест. Этой осенью в Омега-центр с 4 по 8 октября в Кливленде пройдет главное событие года. Вы услышите сильные проповеди Пэри Стоуна, Кевина Уоллеса, Томми Бейтса и Рона Карпетнера о прославлении от Линды Лакули. В субботу вас ожидает ежегодный осенний фестиваль, где будут аттракционы для детей, прекрасная еда и особенная музыка от хора Университета Ли. Более детальной информации на сайте. Не пропустите главное событие этой осени. С нетерпением ждем встречи с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова